На карте архипелага новая земля, новые острова и их существование официально подтвердили гидрографы Северного флота. Судно «Визир» с результатами исследований встречала наша съемочная группа. Сегодня в России отмечают день гидрографа военно-морского флота. Из арктического похода судно «Визир» вернулось аккурат к празднику, пройдя 7600 миль. Почти два месяца экипаж провел в море. Впервые с практикантами на борту. Я очень ждала, когда я пойду в море. И наконец-то такое случилось. И тем более очень долго. Мне очень понравилось. Даже домой не хочется. Ледник «Розе». Еще в сентябре гидрографы другого судна «Горизонт» пришли к выводу – это не айсберги, а новые острова. Проводить исследования дальше не позволила погода. Эту работу продолжил экипаж «Визира». Ледник «Розе». Он прекратил свое существование. Даже скажу больше. Наверное, в истории вообще, в мировой истории судно поездило по берегу. То есть там, где раньше был ледник, мы немножко потихоньку, соблюдая осторожность, смогли. На карте было, даже на картографической, на электронной карте было видно, как мы едем по берегу. Пробы грунта окончательно подтвердили гипотезу. Новых островов три. Самый большой размером почти в полкилометра. Острова пока безымянные, но ученые делают на них большую ставку. Как представить, что происходило на Земле, на планете Земля после окончания ледникового периода? На самом-то деле, это прекрасная возможность оценить и смоделировать те процессы, которые происходили на Земле тысячелетиями тому назад. То есть, как зарождалась жизнь после того, как ушли ледники. Большая навигация для гидрографических судов уже завершена. Следующие экспедиции стартуют летом. Учитывая потепление в Арктике, эксперты не исключают. И предстоящие походы ознаменуются новыми открытиями. Наталья Бурдина, Александр Малахов, Вести Мурман.